Ежегодно в Казахстане сотни и тысячи граждан попадают в те или иные дорожно-транспортные происшествия. К примеру, в Кусанской области за 12 месяцев прошлого года произошло 117 ДТП с участием детей, при которых 5 детей погибли и 128 получили ранения различной степени тяжести. Нынешним законом о дорожном движении поправки внесены более точечно, а также усилена ответственность только за те правонарушения, из-за которых в основном погибнут и получают увечья участники дорожного движения. В главу 22 правил перевозки пассажиров внесено дополнение касательно перевозки детей в автомобиле. Запрещено перевозить детей до возраста до 12 лет при отсутствии специального детского удерживающего устройства или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности предусмотренных конструкцией транспортного средства. Полицейские также объяснили, что детские автокресла не единственный верный вариант. Есть другие приспособления, которые позволяют сохранить место в автомобиле и перевозить более двух детей. Под иными устройствами понимаются вот такие специальные удерживающие устройства. Вот видите, через ремень безопасность. То есть на заднем сидении, это только на заднем сидении, можно так пристегивать ремнями с учетом этого приспособления. Площадь соприкосновения тела ребенка увеличивается с помощью вот этого устройства и при столкновении никаких повреждений ребенку нанесено не будет. С учетом этих устройств можно перевозить детей, троих детей на заднем сидении. Со вступлением в действие новых правил дорожного движения у отечественных такси возникли неудобства. Компании, у которых автопарк исчисляется сотнями машин, сталкиваются с дефицитом детских автокресел и удерживающих устройств. Нам никто помочь не может, потому что нет такого объема, сколько у нас машин в автопарке. У нас около тысячи машин в автопарке. И получается, что в Казахстану я обзвонил все, все ссылаются на Россию, все ссылаются на Январь. Такого количества нет ни у кого в наличии на складах даже здесь. Не то, что в Кустанай, это я звонил в Алмату, звонил в Актьюбинск, у меня есть бумажки, в Актау тоже их продают. Самостоятельно найти нужную партию, продолжая Денис Глотов, удалось только в Москве. Но опять же, все упирается во время. Поставщик обещает доставить удерживающие устройства в двухнедельный срок. А до этого времени Денис Глотов надеется, что правоохранительные органы войдут в положение и не будут штрафовать водителей машин такси.